Здравствуйте! Сегодня понедельник, 6 мая. Вы смотрите новости телеканала ОСА в студии Наталья Солдовник. Я и мои коллеги расскажем о том, что происходит в городе и районе. И вот о чем будет сегодняшний выпуск. Торжественный марш, молебен и награждение. Ачинские кадеты отмечают 6 мая. Оденусь в их амуницию, ну и пронесу рукав, как это делают вот такие бравые ребята. Наш корреспондент Анна Ахметова проверила себя на прочность и на время. А еще расскажем, когда откроют понтонную переправу и какие улицы перекроют в праздники. Начнем с важной новости для автомобилистов и дачников. Уже завтра, 7 мая, откроется понтонная переправа через Чулым. Так сообщают в мэрии. Низкий уровень воды в реке позволяет открыть понтонную переправу. Установкой будут заниматься специалисты Ачинского транспорта. И, как говорят дорожники, управятся они за один день. Напомню, что в прошлом году понтон открыли почти в это же время, 10 мая. И добавлю, что проезд по понтонному мосту разрешен транспорту, масса которого не превышает 3,5 тонн. Установившаяся теплая погода в Ачинске принесла множество бед и происшествий. Вот так вот мы и приехали прибраться на кладбище. Какой-то очень умный человек решил тоже прибраться. Только уборку сделать более глобальной. Кладбище на Савырке. Горим. За минувшие праздничные дни бригады МЧС сделали 73 выезда. И, как говорят спасатели, 90% пожаров по вине человека. Какие места были самыми масштабными по площади горения и что грозит за это гражданам, рассказал Евгений Киселевич, начальник службы пожаротушения 5-го отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю. Эти выезда были осуществлены 55 на тушение пожаров. Это пал сухой травы, мусор, садовые домики, гаражное общество. Основная масса – это сухая трава, которую сжигают наши граждане. Самый, наверное, сложный пожар произошел сегодня, 5-го числа. Садовое общество «Аргинское». Общая площадь пожара составила 1060 квадратных метров. Сгорело 5 садовых домиков, ну и сухая растительность. Еще добавлю, за вот период у нас 19 апреля введен особый противопожарный режим на территории Красноярского края. За этот период в городе Ачинске, Ачинском районе, было привлечено к административной ответственности 11 человек. Сумма штрафа для простого гражданина от 2000, это если без особого противопожарного режима. А в особый противопожарный режим сумма штрафа вырастает сразу в два раза. Ну а там по восходящей. Самый большой штраф на юрлицо от 200. На путстве от спасателей одно – соблюдайте правила противопожарного режима. Отложите спички, берите в руки грабли и вперед – убирать сухую траву. Ну а в конце выпуска смотрите, как наша Анна Ахметова испытала себя на прочность в амуниции пожарной службы. Говорит, хоть и сложно, зато приличную порцию адреналина получила. А для всех верующих начало майских праздников принесло массу положительных эмоций. Благодатный огонь и служба от подтелемона митрополита Красноярского и Ачинского собрала множество горожан. Внутри Казанского собора яблоку негде было упасть. Все пришли на службу, чтобы закрепить веру в Господа. Христос воскресе! По традиции служба началась в 9 утра, а по ее окончанию все прихожане совершили крестный ход и выслушали напутствие от владыки. Кто-то пришел за благословением, кто-то за благодатным огнем. Вопрос от телеканала ОСА был вполне уместным. Самое главное, как научиться жить в мире с собой? Это и самое главное, и самое сложное, но пример есть. Сам Господь Иисус Христос. Пример, когда Он молился и произнес слова, Отче, да минует меня чаша сия, но не было ответа. И тогда Он сказал, да будет воля Твоя. И победил смерть, и победил страдания, и стал примером всеобщего воскресения верующих и тех, кто обратится к Нему. Говорите с Богом, где бы вы ни были. А завтра важный день, чтобы вспомнить и тех, кого нет с нами на этой земле. Родительский день, повод прийти и помянуть усопших. Найдите время, приберите на могилах ваших родственников. Мира всем! Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал АСА. А сейчас к дорожной теме. 8 и 9 мая будут перекрыты участки дорог в центре. Связано это с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к Дню Победы. 8 мая с 9 до 11 утра и 9 мая с 16 до 18 часов будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Свердлова от дома номер 6 8 микрорайона и до улицы Назарова. Это связано с транспортировкой военной техники к Дню Победы. Также 8 и 9 мая остановка на Центральном Сбербанке будет закрыта для эксплуатации. По той же причине здесь разместится военная техника. 9 мая будут перекрыты еще несколько улиц из-за шествия Бессмертного полка. Маршрут такой же, как и в прошлом году. Участники всенародной акции пройдут по улицам Свердлова, Зверева, Кравченко до городского ДК. Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут движения. Весна, красота и уют в вашем доме с торговым домом «Эконом». Теперь по новому адресу. Улица 9 января, торговый комплекс на стройке. Уборка квартир, мойка окон, химчистка ковров. Клининговая компания «Северное сияние». Ваш компас чистоты. Звоните 5 90 84. Компания «Синт» представляет новый тариф «Интернет плюс КТВ». 60 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на Ютуб и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. Газета «Новая причулымка» продолжает подписку на второе полугодие 2019 года. Адреса на экране. Телефон отдела доставки 76641. Уже несколько дней на улице стоит жара. Термометр переваливает за отметку 20 градусов тепла. Но в Ачинских квартирах по-прежнему работает отопление. А в некоторых домах батареям просто не притронутся. Ачинцы жалуются на невыносимую жару у себя дома. Кто принимает решение, когда отключает центральное отопление? Когда отключать отопление, решает администрация города. Но, как сообщают в теплосети, постановлений от муниципалитета еще нет. Поэтому продолжают топить почти как зимой. Когда отопление отключат? Отопление в домах отключают, когда на улице установится теплая погода. Среднесуточная температура должна быть 12 градусов на протяжении как минимум трех суток. К слову, сейчас в трубах 70 градусов, а на выходе 51. Это на 20 градусов ниже, чем в морозы. Но все равно предостаточно, чтобы сидеть в духоте, в офисах и квартирах. Добавлю, что батареи в квартире можно охладить самостоятельно, если на них есть терморегулятор, либо кран, который позволяет перекрыть подачу горячей воды. Но труба стояка все равно останется горячей. А сегодня весь православный мир почитает одного из самых известных святых – святого великомученика Георгия Победоносца. И сегодня особый день для Ачинских кадет. Георгий Победоносец является покровителем нашего кадетского корпуса. Сегодня, 6 мая, Ачинские кадеты прошли торжественным маршем по улице Свердлова до собора Казанской Божьей Матери, где отстоялись священный молебен, а после вернулись на плац для праздничного построения. Сегодня на плацу Ачинского кадетского корпуса награждают самых лучших. Благодарственные письма, грамоты и нагрудные знаки вручают самым достойным – родителям, воспитателям, учителям и, конечно же, кадетам. Такое торжественное построение – это завершающее мероприятие в этот особый день для всех российских кадетских корпусов. Сегодня мы вручим звания, погоны офицерам, кадетам, вручим знаки кадетской славы. Но начнем мы с почетных грамот. Вот этот знак, когда корпусу вручалось 20 лет, такой нагрудный знак имеется у всех. Этот знак, он вручается за какие-то отличия в спорте, в учебе и за активную деятельность в жизни корпуса. Как говорит Сергей, кадеты – это социально и физически развитые юноши. Здесь в кадетском корпусе обучают не только школьной программе, но и тактики ведения боя, уставу, военному делу. И, конечно, дают усиленную физическую подготовку. А все это вместе закаляет характер с малых лет. Я считаю, что кадеты отличаются от учеников, так как на тебе форма и что-то ты носишь на себе. То есть уже какие-то сведения о том, кто такой мужчина на самом деле, какие качества ему нужны, уже есть. А какие это качества для мужчины? Ну, мужественность, смелость, характер такой достойный, мужской, так сказать. Да и доброта одной из этих. Так все. Ачинский кадетский корпус создан в 1998 году. Здесь обучается около 500 детей от 10 до 18 лет. То, что у каждого корпуса свой святой великомученик идет еще со времен дореволюционных. Еще когда были кадетские корпуса, самые первые создавались, и каждому корпусу давался свой небесный покровитель. В 1998 году Красноярская епархия дала нам имя святого великомученика Георгии Победоносца. С того времени мы отмечаем наш храмовый праздник. 6 мая в Ачинском кадетском корпусе, как и в другие праздники, не учебный день. Сегодня награждают отличившихся работников и кадет, которые проявили себя за последний год. В этот день обязателен поход в церковь и спортивное мероприятие. Наталья Солдовник, Александр Сиделев, Новости, Телеканал АСА. В цифре дня сегодня 7 тысяч рублей. Именно в такую сумму обходится один выезд пожарных на ликвидацию возгорания. Стоимость меняется в зависимости от расстояния, куда выезжает подразделение. В 7 тысяч рублей входят расходы на бензин и суточная норма на человека. И кто сказал, что пожарным быть легко? Многие жалуются, что пожарные долго едут, медленно ходят. А вы попробуйте побегать при полной амуниции еще и в самом пекле. Вес полного амбунтирования составляет порядка 15 килограмм. Наш корреспондент Анна Ахметова проверила себя на прочность и на время. Ну, чтобы вы понимали, что испытывает вот такой вот сотрудник МЧС, когда он выезжает на вот такие вот вызовы, например, на пал травы. Сейчас я проведу такой некий тест-драйв. Одинусь в их амуницию, ну и пронесу рукав, как это делают вот такие бравые ребята. Ну что, поехали? Ну, в самом деле, это очень легко, друзья. Это вам не шутки. Вот сейчас у нас, честно, самое-самое крутое, наверное. Сейчас буду испытывать саму себя, но могу сказать, это очень тяжело. Тапки у меня 45-го на размер. Ну, это круто. Выполняю нормативы, приступи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Могу сказать, бодрячок я с утра словила, ну, а всем жителям города Ачинска, просто помните, какой ценой вот эти ребята делают каждый день очень сложную работу. Я на своей шкуре испытала. Берегите природу, берегите, естественно, свою жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна Ахметова, Иван Ахметова, телеканал АСА. И в завершении о погоде. В понедельник и вторник станут самым жарким началом месяца. Днем выше 22-х и ночи тоже теплые. Но в мае еще будет снег. Синоптики красноярского гидромета рассказали, чего ждать от погоды. Уже завтра к вечеру придет прохлада. В среду 8-го возможен дождь, а 9-го мая ожидается сильный ветер, осадки и всего плюс 8. Сыро и прохладно будет и все выходные. Не стоит ждать жары и к началу следующей недели. Вторая половина месяца будет мокрой и не жаркой. Возможен даже снег. Лишь в конце месяца можно рассчитывать на возвращение жары. Но это всего лишь предварительный прогноз. И он может быть неточным. Это были все новости на сегодня, о которых мы хотели вам рассказать. Ждем вас завтра у телевизоров в 20.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова